Более 80% дорожно-транспортных происшествий с участием детей по всей стране происходит из-за нарушений правил дорожного движения водителями. Большая часть погибших в авариях несовершеннолетних – это пассажиры. Пренебрежение водителей к использованию детских удерживающих устройств в ремне безопасности зафиксировано при оформлении почти каждого восьмого ДТП, в каждом пятом случае смерти и каждом седьмом случае ранения ребенка-пассажира в возрасте до 12 лет. Такие данные год от года приводят к ГИБДД. И несмотря на такую печальную статистику, есть еще водители, которые пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров. Данное правонарушение имеет место быть. То есть бывает 2-3 нарушения в неделю. То есть не все водители, будем говорить, соблюдают правила дорожного движения в рамках перевозки детей. Но мы стремимся к тому, чтобы эти показатели улучшались. ГИБДС РОВ не устает напоминать водителям о необходимости безопасно и правильно перевозить детей. Периодически сотрудники госавтоинспекции устраивают рейды или проводят профилактические акции. Например, в пятницу дорожные полицейские вместе с учениками 12-й школы организовали флешмоб «Безопасное место с ремнем и автокреслом». Мы рассказываем о том, как важно знать правила дорожного движения, как надо находиться в машине, потому что если, к примеру, ты пристегнешься, ты спасешь много жизней. Пристегиваться в автомобиле важно из-за того, что если, не дай бог, будет авария, например, то, например, либо водитель, либо кто-то еще, кто сидит, например, на других сидениях, может пострадать. А ты сам пристегнутым ездишь? Да. Пристегиваться нужно обязательно, потому что, ну, есть много причин. Допустим, водитель резко затормозит, и ты можешь удариться об кресло, поэтому нужно пристегиваться обязательно. А ты сам пристегиваешься? Конечно. Юные инспекторы вместе с своими взрослыми коллегами раздавали родителям буклеты о правилах перевозки пассажиров, а детям дарили сладкие призы. Завершилось мероприятие общей фотографией. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.